МИХ ТЕБЕ Никита, вчера разговаривал с одним военным, и на мой вопрос, когда мы сводим Курскую область, он говорит, а зачем? Бочка? С горючкой, возможно. 12 прилетов, да, там было, вроде говорит. Это старше, да? Война нафиг не нужна. Как и всем вот пацанам, которые здесь сидят. Как и там живут тоже люди, с которыми мы вместе приехали. Эта война нафиг никому не нужна. Это просто так чисто. Формальность для них. А для нас это смерть. И каждый депутат должен понимать, что когда-нибудь он может стать обменным фондом. Когда будем менять в эквиваленте одного депутата, будем отдавать хохлам, чтобы они его публично вздергивали. Ну, пусть развлекаются, да. И мы тоже посмотрим потери. Зараза, наконец-то и напичкают антибиотики во все места. И эта зараза получит свою, ябракиевский режим. Экстренные новости, друзья. Белгород проснулся от взрывов. Вооруженные силы Украины атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области России. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров с топливом. Масштабный пожар в железнодорожном депо в Подмосковье был вчера вечером. Уничтожены корейские ракеты, склады с боеприпасами под Воронежем. Те самые, на которых в России складировали корейские ракеты, все горят уже. До сих пор второй день. Горят и детонируют. Местных отселили, дороги перекрыли. По сути, это уничтоженные корейские ракеты, которые Путин фактически выпрашивал. Ким Чен Ина, унижаясь. Иранские ракеты ждут теперь та же участь. Зет-блогер Егор Гузенко, он же 13-й, жалуется, что уваженные силы Украины разбили все мосты и переправы через реку в Судже. А российское командование все делает в обратную сторону, как не надо. Более того, он считает, что нужно депутатов Российской Госдумы отправлять. На фронт и их не обменивать. Друзья, я Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал Дарья Счастливая. Поставьте лайк этому видео, у нас уже больше 300 тысяч. Движемся к полумиллиона. Подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте колокольчик и напишите в комментариях географию просмотров. Откуда вы нас смотрите. Для нас это очень важно. Друзья, ну что, в Белгороде что-то громко взрывается, пылает в нескольких местах. Было попадание в цистерны с горючим на территории Бетгалорщины. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вооруженность Украины атаковала площадку для хранения топлива Белгородской области России. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров с топливом. Атакованы они, подшить их не могут. Белгородская народная республика, эволюция по-русски. Сначала бежать на выборы, голосовать за Путина, а позже бросать машины посреди дороги и мчаться в укрытие, чтобы не пришило и не прибило свое же ПВО. Постойте, белгородцы, а куда же вы, куда? Белгородская народная республика, эволюция по-русски. И финал. А зачем нам освобождать Курскую область? Этот вопрос задают себе рашистские пропагандисты. Бросили и кинули они настоящих своих россиян. С одним военным, и на мой вопрос, когда мы освободим Курскую область, он говорит, а зачем? Вопрос, конечно, риторический, но а тем временем склады с боеприпасами в Воронеже, те самые, на которые россияне складировали корейские ракеты, все горят, детонируют. Уже два дня горят и детонируют, горят и детонируют. Местных отселили, дороги перекрыли. Предлагаю, друзья, посмотреть. Бочка с горючкой, возможно. Но это не газ, а газ был. Нет, другой цвет. Нет, другой цвет. Друзья, сейчас посмотрим еще раз, как детонируют. Второй день склады с боеприпасами под Воронежем. Есть еще одно видео от Александра Глебовича Немзорова. Предлагаю посмотреть просто сейчас. Они все сбежали, карманы набили, уехали, а нас всех оставили. В суд же местной власти забыли об эвакуации, о населении, хотя со стороны россиян угроза для жизни их соотечественников была очень существенной. Город, находившийся под контролем ВСУ, постоянно обстреливает вторая армия в мире. Давайте посмотрим мнение самих местных жителей, что они думают о своей второй армии, которая их обстреливает регулярно, друзья. Они просили там вас эвакуировать власти, ну типа вывезти вас. В данный момент она сдала свои территории в Курской области и наплевала на местное население. Четко работают российские методички. Использован стратегический резерв. В основном те же штурмовые подразделения, которые готовились на территории Великобритании, Прибалтики, Польши, которые готовились для контрнаступа. И они держались именно в стратегическом резерве и ими периодически латали дыры. То есть начинало проседать где-нибудь на направлении Торецка, там можно было за счет этого пополнить боевые подразделения. Сейчас этот стратегический резерв был переброшен на территорию Курской области. И он сейчас там находится, и там получено утилизироваться. Поэтому выпускать его оттуда, ну это как смоляной бычок, то есть вцепился зубами в смоляной бок, как бы да, все, и все. Дальше тебя будут уже молотить там столько, сколько хватит сил. И опять же, Зеленский заложник этого, он не может сказать о том, что я готов сейчас вывезти оттуда и признать, что мы повеселились, как бы хватит, возвращаемся обратно. Нет. Он говорит о том, что мы будем там бесконечно. То есть бесконечно это когда? 5 или 6 ноября? Да, вот эта бесконечность, то есть она распространяется у нее где-то на 2 месяца. Поэтому ключевая история ее деятельности только существует именно в этом формате. И видите, когда первые дни, я думаю, вы тоже это обсуждали, первые дни было психологическое давление. Путин получил оплеуху. Путин, значит, на Путина начинали просто психологически давить в расчете на то, что Путин начнет вот суетиться, значит, перебрасывать туда войска, да? Ну вот о чем он и говорил, да. Плохо знаете Путина называется. Путин это совершенно не тот человек. Я бы запуталась, так Путин получил оплеуху или не получил, друзья? Который будет суетиться, который будет ставить, опять же, личный рейтинг или личные какие-то качества против военной составляющей. По военной составляющей сейчас Украина оголила себя на территории Донбасса, и поэтому мы сейчас пользуемся этими условиями. И сейчас Украина огребает гораздо больше, чем она выиграла политически, и политический миф тоже растворяется постепенно. Друзья, тем временем, по сути, мы сейчас с вами посмотрим, как срочники, что они, в принципе, говорят о тех событиях, в которых они участвуют. Давайте мы с вами посмотрим, а потом обсудим. Как и всем пацанам, которые здесь сидят. Как и там живут тоже люди, с которыми мы вместе приехали. Эта война нафиг никому не нужна. Друзья, давайте немножко фактов. Путин обещал, что срочники не будут участвовать в боевых действиях. Однако еще до начала боев в Курской области, так называемом СВО, подгибли как минимум 160 срочников. Это об этом почитали журналисты BBC Медиазоны. Более того, на сегодняшний момент десятки срочников из Курской области продолжают находиться в плену в ИСУ. И давайте послушаем. Это просто так чисто формальность для них. А для нас это смерть. Они тем самым пытаются закрыть, чтобы не было паники. Потому что люди, если начнут паниковать, это начнется хаос. И будет просто такой глобальный переворот. Да и сейчас, в принципе, начинается. Вот у большинства людей, кто сейчас, вот срочники, а у всех, блин, родители сейчас переживают, потому что они в неизвестности, где их сыновья. Это первое. У кого-то даже не знали, что стояли на границе. Ну, у меня мама, например, не знала, что я на границе стоял. А отец знал только. Вот у кого-то то же самое. И сейчас начнется такой глобальный переворот просто. Чисто из-за того, что если все родители поднимутся, поднимут этот вопрос, а сколько пацанов 200? Срочников. Срочников именно. Там вообще... Там сейчас начнется просто тотал. У нас большая часть процентов шучат, наверное, 200. Да, срочников. В новостях тоже писали, что 17-й баталья вообще пропал без вести. Да, просто сразу же. Через день. Да, мы приняли решение, что надо все-таки сдаться. Либо 200, либо сдаемся. Все молодые. Ну, все, сдались, получается. Напоили, накормили, покурить дали. Ну, то есть отнеслись нормально по-человечески. Не как там к врагу именно, а просто как к человеку. Ну, вот они как раз таки понимают, что сегодня мы на этом месте, завтра мы на этом месте. Да, у них просто есть понимание того, что мы все люди. Все эти. Человечность. Тем временем зад-блогер Егор Гузенко, 13-й, жалуются, что вооруженные силы Украины, будем это визуализировать, разбили все мосты и переправы через реку в Судже, а российское командование все делает в обратную сторону, как не надо. Да и вот постепенно доходит, что Кремль использует его и других таких же ограниченных, лишь для достижения своих преступных целей. При этом к какому-то восстанию против власти он не призывает, но грозится приобретенным опытом. Вот мы видим, как все уничтожают переправы через реку в Судже, пока у них не проводится самосознание, они не восстанут, но самосознание проводится у них не раньше, чем они восстанут. Писал Оруэлл в романе 1984-й. Конечно же, я думаю, что он был близок к истине. Тем временем, да, вооруженные силы Украины уничтожают, и это очень важно. Вот это Карыжский мост выглядит после удара. По сути, это уничтожение моста, мне кажется, на это видео можно смотреть вечно, через Сейм, возле Карыжа. Значит, мосту Карыж пришел полный конец, мы это прекрасно все видим, и как он выглядит после удара. Вот, пожалуйста, посмотрите. Еще хочу, подготовила для вас специальную информацию, практически в завершении нашего блога, друзья. Гузенко сегодня в ударе. Только послушайте этот поток сознания, не буду вам его давать, потому что одна обстанная лексика. Т-13 предлагает верхушку российского Газпрома отправить в Черное море и охранять газодобывающие вышки. Сейчас там находятся и кукует российские спецназы-морпехи, но их регулярно уничтожают украинские дроны. Также Гузенко требует выслать депутатов. Российская Госдума, это было в шапке блоге, в Украину в обмен на военнопленных вооруженных сил Российской Федерации. Он обещает даже внимательно смотреть украинские каналы, которые будут показывать, как этих депутатов будут... Ну, там плохо слов. Давайте посмотрим только литературный фрагмент. Литерат должен понимать, что когда-нибудь он может стать обменным фондом. Когда будем менять... Одного депутата будем отдавать хохом, чтобы они его публично вздергивали. Ну, пусть развлекаются, да. И мы тоже посмотрим по телеку, блядь. Я рада такого на украинский канал даже включить. Так, тут сложно, конечно, без опционной лекции. Прошу прощения. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, да счастливая. Нас должно быть полмиллиона, мы движемся к этой цифре. Поставьте в комментариях географию просмотров, откуда вы нас смотрите. И, конечно же, напишите несколько теплых слов в поддержку Украины. Друзья, слава вооруженным силам Украины, героям слава. Подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк. И посмотрите в завершение очередную порцию рашидского кринжа. СБД Украина. Слава силам обороны, друзья. Конец и напичкают антибиотики во все места. И эта зараза получит свое. Ябракиевский режим. Ну, ты знаешь, я сегодня очень долго думал о том, что, собственно, станет концом. Ведь когда мы говорим деноцификация, демилитаризация, собственно, когда будет конец не СВО? Того, что происходит между, ну, давай так называем это, двумя цивилизациями, на самом деле их гораздо больше. Но вот ежели мы займем Киев или всю Украину, это остановит вот этот разлом цивилизации? Нет, не остановит. Нас никто не оставит. В покое нет. Я не буду сейчас говорить про тебя, вот даже не думай. Я просто очень долго размышлял сегодня ночью. А, собственно, ну вот что станет концом? Ну, да, мы можем достигнуть демилитаризации, если мы займем всю Украину, разоружим армию и так далее. Мы демилитаризуем Украину. Мы не убьем эту нечисть, потому что она останется в некоторых наших западных партнеров, которые даже, ежели произносят речи совсем, как им кажется, не фашистские, они жаждут только одного – уничтожения России. И ежели мы займем всю Украину, допустим, мы для них станем только гораздо более желаемой целью. Они не смеются с этим никогда. Да, они будут хотеть нас уничтожить и будут пытаться нас уничтожить. Это будет продолжаться очень долго. И как сделать так, чтобы не прилетало по нашим городам, я пока не знаю. Потому что чем дольше мы будем отодвигать, чем больше будет становиться наша территория, тем, во-первых, по нам все-таки будут продолжать долбить. Уже, может быть, не украинцы, а ближайшие соседи, и это будет объявляться не войной НАТО, а войной, допустим, Польши, Литвы, как угодно. Под этим видом нас будут атаковать. И второе, конечно же, мы не знаем, вот как перейти к спокойствию без каких-то переходов к очень горячей стадии конфликта. Я...